Меня всегда умиляет статистика, которая пытается убедить население, что жизнь у нас в общем и целом благополучная или, скажем так, терпимая. В качестве доказательства, как правило, приводятся данные о средней зарплате. Вот отыскал в интернете последние статистические данные по Одесской области о заработной плате. Не могу сказать, что в восторге, но вроде и печалиться не стоит, хотя бы по причине тяжелой экономической ситуации, повязанной с общемировым падением экономики. Украина, а следовательно наш регион, тоже живут в этом плане в сложных условиях. И все-таки, читаю, по официальным данным, средняя зарплата в Одесской области составляет 12 тысяч 485 гривен. А теперь давайте разберемся с определением. Средняя зарплата. Возьмем трех работающих. Людовство зарплату будем считать в долларах. Один получает 100 баксов, второй 200, третий, три тысячи зеленых. Какова в таком случае будет средняя зарплата? Складываем 100, 200 плюс 3000, в сумме выходит 3300 долларов. Делим эту сумму на три, и выходит, что средняя заработная плата у нас 1100 долларов. Статистика. Но на самом деле, первым двум работникам, что изуместно получают мизер в сравнении с третьим, от такой статистики ничего в кошельках не прибавилось. Теперь, если посмотреть процент работников с высокой оплатой труда по региону, то он беспощаден. Зарплата половины жителей Одесской области составляет менее 10 тысяч гривен. А 25 тысяч гривен и больше зарабатывает лишь 6% населения. Более того, менее 6 тысяч гривен получает 17,4% трудоустроенных граждан. А от 6 до 8 тысяч 27,7%. Выходит, что более 45% населения, по сути, озвученными доходами, даже не в состоянии покрыть затраты на коммуналку, нормальное питание, не говоря уже о медицине и образовании. Украинцы по своим доходам, среднему заработку, находятся на 127-м месте в мировом рейтинге. На первом месте Швейцария – 5 425 долларов. На 99-м – Казахстан – почти 360 долларов. На 101-м – Беларусь – 347 долларов. Понятно, что ситуация заработной платы зависит не столько от работы органов местного самоуправления и государственных администраций на местах. Экономическую политику формирует парламент, кабинет министров, офис президента. Именно в этих трех центрах управления государством вырабатываются правила игры для бизнеса и государственных предприятий. Судя по всему, и парламент, и кабинет министров, и офис президента убаюкивают себя этой самой средней зарплатой. А напрасно.